Сегодня я расскажу, как максимально быстро стартовать во фронтенд разработки, какими должны быть первые шаги, в каком порядке действовать, без воды, пошагово, погнали. Ну и первое, что стоит понять, быстро никак. Те времена, когда вы могли за пару месяцев натаскаться и устроиться куда-нибудь на работу джуном, уже давно прошли, сейчас не та ситуация, давайте будем объективными. По наблюдениям меня и моих знакомых, если вы хотите с нуля раскачаться до устройства джуном в нормальную компанию, обычно проходит порядка года. И заметьте, это год не обучения на каких-то небезызвестных площадках, где получи работу через год за 150 тысяч рублей, нет. Мы говорим о реальной пахоте с нормальным планом и желательно с ментором. И первый шаг, проект, проект, проект. Я не устаю об этом повторять, но в джес разработке это наиболее актуально в данный момент. Ну потому что какая там сильно заумная теория. Да, безусловно, она есть, но в джес разработке очень много внимания уделяется именно практике, тому как вы можете решать реальные задачи. И вот вам пример нескольких из них. Например, джаваскрипт, то есть создание проекта на чистом джаваскрипте. Для чего это нужно? Ну естественно для того, чтобы вы какую-то базу по джаваскрипту наработали, всякие замыкания, области видимости и прочее, чтобы вы начали это все понимать. Да, к теории мы вернемся чуть подальше. Но помимо этого, помимо обычного чистого джаваскрипта, о котором многие говорят, я бы вам рекомендовал все-таки сосредоточиться на практически применяемых в реальных проектах технологиях. А что это? Ну это естественно TypeScript, то есть сделать проект на TypeScript. И опять же, не только TypeScript, но и сделать какую-нибудь системную библиотеку. Сделайте сначала ее на джесе. Ну знаете, типа аналог jQuery. То есть делайте свой jQuery. Мало кто такое делает из новичков, и это может быть вашим огромным преимуществом. Помимо этого, сделайте эту библиотеку с расширением типов. То есть сделайте ее типизированной. Экспортните это все, чтобы это было подключаемым. Можете опубликовать это на npm, и тогда у вас будет еще один плюсик в ваше резюме. Помимо этого, используйте фреймворки React, Vue, ну что вы там выберете. И React и Vue достаточно популярные фреймворки. Сделайте проект на этом фреймворке. А дальше сделайте проект на другом фреймворке, чтобы у вас был определенный кругозор. Чтобы вы знали, чем SolidJS отличается от React, или React от Vue, или Vue от SolidJS. Не важно. Самое важное, используйте несколько. Попробуйте ангулярно, в конце концов. То есть имейте определенный кругозор. Возможно, вам это понравится, но в любом случае, это будет огромным плюсиком, опять же, ваше резюме. После этого, сделайте проект на технологии с использованием, ну, State Manager какого-то. Если это у нас React, то это Redux. Используйте Zustent. Если это Vue, то Vuex и прочее, прочее, прочее. Можете попробовать NextJS и прочее, уже как следующий этап. Но каждая из озвученных мной технологий, это должен быть отдельный, сделанный и опубликованный в интернете проект. Чтобы человек мог не просто посмотреть ваш код на GitHub, кстати, это тоже очень важно. Но также посмотреть, как это работает в реальности. Чтобы мне приходилось говорить, что, ну, это просто мой тестовый проектик, вот он там криво-косо работает. Сделайте его нормально, заморочитесь сверсткой. Потому что это тоже один из этапов разработки. Для фронтендера важно и уметь верстать в том числе. Даже если вы будете использовать Tailwind или какие-то готовые Bootstrap и прочие движки, хиты и прочее. Это сделает ваш проект красивым. Ну, и он будет выглядеть более профессионально, очевидно. Поэтому не стесняйтесь использовать все эти технологии. Посмотрите, что используется в других компаниях. Посмотрите вакансии. Составьте список этих технологий и сделайте по каждой из этих технологий проект. Да, вы скажете, ой, это не сильно просто. Но, как я в самом начале сказал, это не будет просто. Это не должно быть просто. Это пахота. И ваша задача сейчас наработать определенную практическую базу. Это будет огромным преимуществом относительно других новичков, которые зачастую вообще нихрена не делают. Параллельно с разработкой проекта читайте какую-нибудь книжку. Читайте статьи, читайте рассылки, читайте телеграм-каналы по вашей технологии. Причем я крайне рекомендую читать книжку параллельно. Я сейчас поясню. У меня есть тезис, который я многократно озвучил. Не стоит начинать изучать программирование с книг. И здесь вы не начинаете изучать программирование с книг. Вы начинаете с проекта. Книжка должна идти фоном. Для чего она нужна на начальном этапе? Я это понял даже по себе, когда был уже далеко не новичком, но изучал новую для меня технологию. Она позволяет вам закрыть те пробелы, которые вы не можете найти в практических задачах. То есть вы делаете что-либо на React, JS, TypeScript или еще чем-либо и параллельно читаете книжку по данной технологии. По JS, по TypeScript, по React есть отдельные книги. Да, возможно что-то уже будет повторяться и сочетаться с теми статьями, которые вы читаете, когда пытаетесь решить определенную задачу. Но также вы найдете массу информации, которой нет в этих статьях. Ну то есть в статье описано решение конкретного кейса. Но какие-то теоретические нюансы, замыкания, как они внутри работают, например, event loop, как он работает, вы не найдете этого на практике. Но в книжке оно зачастую будет описано. Будет описано, как же у нас работает скоп, что такое затемнение переменных, например, и так далее. Очень полезные знания. В статье вы этого не найдете и код у вас будет работать. Но в книжке, если вы будете идти от корки до корки, да, я знаю, даже если это справочная информация, но и идя от корки до корки, вы будете параллельно наслаивать эти знания на ваши практические знания. Вы будете понимать, а, затенение переменных, так вот что я сделал в том куске кода, когда просто скопипастил его со Stack Overflow. Вот именно таким образом вы будете, ну скажем так, обрастать у вас будет это все мясом, вот этот скелет практических знаний. Но в случае, если вы будете делать иначе, то есть вы будете начинать с книжек, и я говорил уже об этом в прошлом, сейчас просто повторюсь. У вас будет обратный эффект. Вы будете читать информацию, вы нихрена не понимаете. Прицепиться этой информации некуда. Нейросвязи у вас нет никаких вообще. Потом вы делаете практическую задачу, и потом опять перечитываете, то есть делаете двойную работу. Так вот мы в данном случае не делаем двойную работу, мы делаем практические проекты. Параллельно читаем какую-то теорию, и она очень хорошо заходит на вот этот вот практический каркас. Поверьте, работает даже если у вас нет опыта в определенной технологии, но у вас есть опыт в программировании в целом. Я применяю это лично, у меня именно так и работает. Я взял язык программирования Go, в нем не знал ничего, начал решать практическую задачу, параллельно читать очень неплохую книжку. И, о боже, боже, мне даже не приходилось записывать, потому что знания просто запоминали, знаете, как гвозди в дерево вбивались в мою голову. Почему? Потому что у меня были нейросвязи уже по строению практического проекта, и это все отлично наслаивалось на них. Представляете, даже записывать большую часть не приходилось. Просто, о, так вот как это работает. Вот такие озарения происходят очень часто, когда у вас есть этот самый каркас. Поэтому крайне рекомендую, делайте что-то, читайте параллельно книжку по этой технологии. Но не в первую очередь книжку, книжка лишь дополнение. Дальше, когда вы освоите разработку с помощью готовых библиотек, ну всякие React, Vue, jQuery, не знаю, Redux и прочее, попробуйте написать какую-нибудь библиотеку сами. Да, берете и пишите свой Redux. Кстати, есть даже статьи в интернете, которые описывают, как это сделать. Берете и пишете свой React. Это здорово поможет и в понимании принципов работы этих самых фреймворков, потому что часто это какая-то, знаете, черный ящик. Там непонятно, как он работает под капотом. И вас никто не просит повторять весь функционал. Но просто основной принцип работы этого фреймворка, вот эти всякие там Virtual, DOM и прочее, вы сможете реализовать его сами. И лучше будете понимать, как в целом работает там тот же React. Redux. Аналогично, вот этот State Management, как он работает, что такое мутабельность, вы поймете это уже на практике. Заметьте, практические задачи, но уже такие системные получаются. И они очень здорово вас прокачают, потому что, поверьте, даже большая часть опытных фронтенд-разработчиков такого никогда не делала в своей практике. Ну да, они пилили формочки, они пилили сложные, может быть, проекты и так далее, но не писали системные библиотеки. Поэтому крайне рекомендую это и увлекательно, и очень хорошо позволяет понять кишки вот этих самых фреймворков. А вы будете очень крутыми, если это все понимаете. А еще очень крутой способ, на мой взгляд, изучить фронтенд, это подписаться на мой курс. Я бы даже сказал в кавычках, потому что формат очень необычный. Я в реальном режиме разрабатываю сейчас админ-панель для своего обучающего портала. И рассказываю на практике, показываю, что, как работает. И тут, понимаете, не просто разработка на JavaScript, типа делаем тудулист, а реальная бизнесовая задача со всякими нюансами, кейсами, которые я бы лично в курсе забыл, потерял и даже не подумал бы. А тут они всплывают. Плюс можно позадавать вопросы в чате и получить на них ответы в виде дополнительных материалов. То есть я дозаписываю что-то. Получается такой, знаете, динамический как бы курс. И мне даже, если честно, кажется, что это круто. То есть я бы хотел для себя подобное решение. То есть я им прям начинаю гордиться. Материалов становится все больше и больше. И цена достаточно небольшая. Если интересны подробности, в описании есть ссылочка. Переходите и присоединяйтесь. Разберитесь, как работают JS-движки. Spider-Monkey, V8, принцип их работы внутри. Я говорю не просто про Event Loop, да, про что-то большее. Как это все хранится в памяти, как компилируется, как выполняется, как JIT-компилятор оптимизирует ваш код и прочее. То есть как работает вообще оптимизация кода в JavaScript-движке. То есть все процессы выполнения. Это крайне полезная информация, опять же, чтобы просто лучше понимать этапы выполнения вашего кода. На мой взгляд, это еще жутко интересно. Поэтому вот этот этап я крайне рекомендую знать. Многие, даже опытные разработчики, этого не знают во фронтенде. Прям вот, ну, часто сталкиваюсь с этим. Разберитесь с архитектурой. Чистая архитектура. Grasp, Solid, что это такое, как это работает. И самое важное, как это применять во фронтенде. Тут есть нюансы, потому что мы работаем с визуальными компонентами, со стилями, со всем остальным. Как эти парадигмы, заметьте, парадигмы можно применять именно во фронтенд разработке, в JavaScript разработке, в TypeScript разработке и так далее. Попробуйте FSD, это Feature Slice Design. Это архитектура, которая позволяет организовать архитектуру вашего приложения. Это тоже очень полезная штука. Крайне ее рекомендую разобраться, продумать ее. Не все будет понятно. У ребят отличный чат, тоже его рекомендую. Задавайте свои вопросы, просто почитайте его, почитайте документацию. Попробуйте покрутить это все. На мой взгляд, это очень гибкая архитектура, которая подходит для большинства монолитных крупных приложений. Мы не говорим про микросервисы, заметьте. Поэтому разберитесь с архитектурой, разберитесь с паттернами. Почитайте, что такое чистая архитектура. Это сделает вас лучшим архитектором, разработчиком в целом. Вы будете свои компоненты организовывать с умом. Не просто, знаете, по наитию. Я вот часто это делал по наитию. Даже имея огромный опыт во фронтенде, я просто делал, что мне кажется это правильным. Но когда у вас есть понимание вот этих паттернов, а самое важное кейсов, которые вы решали с помощью этих паттернов. У вас уже автоматически, вы знаете, почему нужно именно так сделать интерфейс. Почему нужно сюда компонент положить. Вы уже видите уровни, где они не должны пересекаться. То есть это крутой скилл, если вы сможете его в себе выработать. Как минимум вы будете делать код лучше, а соответственно и мир лучше. А теперь, грааль среди моих советов. Ребят, попробуйте сделать свой собственный джаваскрипт. Да, напишите свой язык программирования. И не надо думать, что я там с ума сошел или даю какие-то дебильные советы. Это крайне практичный совет, я вам сейчас все поясню. Итак, чтобы создать язык программирования, на самом деле это не такая сложная задача. Сделать разбор каких-то базовых токенов, создать свое небольшое АСТ. То есть сделать вот эту небольшую логику языка программирования, пусть даже интерпретируемого. Ну то есть вы можете сделать джаваскрипт на джаваскрипте, буквально. И оно будет работать. По этой теме написаны статьи, книги. Не обязательно брать книгу дракона от Аха. Она толстая, сложная и страшная. Ну, кстати, там очень круто все расписано. Вы можете взять какую-то статью. Или вот есть там, создаем язык программирования на голлэнге даже. И первые примеры там на джаваскрипте написаны, между прочим. Вам достаточно первых шагов. Для чего это нужно? Чтобы разобраться с тем, как вообще работает программирование. Имеют ли этот навык программисты? В большинстве своем нет. Многие, даже бэкэнд-разработчики, даже не пробовали делать свои языки программирования. А это очень круто помогает именно в понимании того, как программирование работает. Что такое AST, синтаксическое дерево, семантический, синтаксический, лексический анализ. Как проходят эти этапы, как проходит компиляция. Что такое байт-код, машины-код. То есть понимание этих процессов, этих терминов, механизма выполнения вашего кода. Очень круто меняет именно понимание программирования в целом. И я крайне рекомендую вам, как будущим даже фронтенд-разработчикам, с этим разобраться. На мой взгляд, это офигенная, увлекательная задача. Я когда ее решал, ну прям, у меня был восторг в душе. Поэтому вам этого тоже крайне советую. Вы будете очень круты. А помимо этого, как еще можно стать круче? Ну, смотрите, вот у меня куча там стримов, видео и прочего.